Здравствуйте! Сегодня тема дня – история. И сегодня мы с вами поговорим об истории возникновения Древней Руси. История Древней Руси охватывает период образования во второй половине IX века Киевской Руси до татар-могольского нашествия. В середине IX века, согласно летописной хронологии, в 862 году на севере Европейской России в районе При-Ильмелья сложился крупный союз ряда восточных славянских, финно-угорских, балтийских племен. Под властью князя династии Рюриковичей, основавшей централизованное государство, в 882 году новгородский князь Олег захватил Киев, тем самым объединил под одной властью северные и южные земли восточных славян. В результате успешных воинских походов и дипломатических усилий киевских правителей в состав нового государства вошли земли всех восточнославянских, а также некоторых финно-угорских, балтийских, тюркских племен. Параллельно шел процесс славянской колонизации северо-востока России, российской земли. Киевская Русь являлась крупнейшим государством, образованием Европы, боролась за доминирующее положение в Восточной Европе и Черноморском регионе с Византийской империей. При князе Владимире в 988 году Русь приняла христианство. Князь Ярослав Мудрый утвердил первый русский свод законов – русскую правду. В 1132 году после смерти киевского князя Мстислава Владимировича начался распад Киевской Руси на ряд самостоятельных княжеств. Новгородская земля, Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Черниговское княжество, Рязанское княжество, Половецкое княжество и другие. При этом Киев оставался объектом борьбы между наиболее сильными княжескими ветвями. И киевская земля считалась коллективным владением Брюриковичей. В северо-восточной Руси в середине XII века возвышается Владимиро-Суздальское княжество. Его правителем был Андрей Боголевский и всеволод Большое гнездо. Ведя борьбу за Киев, основали именно своей резиденцией во Владимире, что привело к его возвышению в качестве нового общего российского центра. Также наиболее могущественными княжествами были Черниговское, Галицко-Волынское и Смоленское княжество. В 1237 и 1240 годах большинство русских земель подверглись разрушительному нашествию Батыя. Киев, Чернигов, Переслава, Владимир, Галич, Рязань и другие центры русских княжеств были разрушены. Южные и юго-восточные окраины утратили значимую часть оседлого населения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова